Пожалуйста, обезопасьте свои добрые дела, никому не говоря о них. Потому что если вы, например, что-то сделаете, потом на работу придет, и подружки скажут, Валя, я сегодня в больнице била, вот нам рассказывали в законе Божьем, батюшка говорил, надо в больницу ходить, я сегодня в больницу ходила, слушай, надо ходить все-таки в больницу. Да, я вот ходила, слава Богу. Такое, все, все, братья и сестры, значит, пропали, пропала моя сина, значит. Значит, добрые дела имеют свойство обесцениваться по мере рассказывания о них. Поэтому если уж что-то скрывать, так скрывать надо добрые дела. Это тоже откровение. Откровение то, что не за грехи можно в ад попасть, а за отсутствие добра. Это уже достаточное основание. А второе откровение, что не только стыдные дела свои надо скрывать, это понятно. Скрывать надо еще больше свои добрые дела. Если вы будете делать что-нибудь доброе и болтать об этом, ноль на выходе получите. Вас похвалят, и эта похвала вам зачтется в награду. Если ты сделал что-то доброе, тебя похвалили, все, зачет произошел. Ты сделал, похвалу получил, порадовался, погладил себя, ох, классно. Гриша хороший мальчик. Все, больше Бог тебя награждать не будет. Ты уже получил свою награду. Поэтому, чтобы награда имела небесное воздаяние, нужно иметь веру и закрытый рот на замок. Никому о добрых делах не говорить. Это очень важно, потому что захочется сделать что-нибудь доброе, делайте, но не трезвоньте об этом. Потому что это погибель для добрых дел.